Приветствую всех любителей качественного аудио. Вы на канале Аудиофактор. Сегодня в нашем обзоре один из лучших саундбаров 2023 года. Кантон Smart Soundbar 10. Наш обзор будет состоять из двух частей. Первая часть теоретическая, где я расскажу об общем устройстве саундбара, его характеристиках и вариантах использования. Вторая часть будет практическая, где мы посмотрим реальную модель, заглянем в меню настроек, я расскажу вам о важных функциях и в каких случаях они применяются. Итак, начнем. Перед вами общий вид саундбара. Это продукт премиального класса и его корпус выполнен из высококачественного МДФ. Сверху элегантная стеклянная тач-панель с кнопками управления. Фронтальная сторона покрыта практичной металлической сеткой. Саундбар также комплектуется пультом дистанционного управления. В комплекте вы найдете трехметровый кабель HDMI категории High-Speed, полутораметровую оптику и простой RCA-RCA цифровой коаксиальный кабель. Саундбар выпускается в черном и белом вариантах. Стоимость саундбара и специальные условия уточняйте у специалистов нашей компании Аудиофактор. Основные технические характеристики. Размеры. Ширина 99 сантиметров, высота 7 сантиметров, глубина 10 сантиметров. Общая максимальная мощность 300 ватт. Долговременная мощность 140 ватт. Динамики класса Hi-Fi также разработаны компанией Canton. Среднечастотных и низкочастотных динамиков диафрагма выполнена из алюминия. Саундбар имеет HDMI интерфейсы, три входа, один выход с поддержкой функции обратного аудиоканала Audio Return Channel. HDMI интерфейсы поддерживают видеоразрешение 4К 60 Гц. Саундбар имеет цифровые входы оптический и коаксиальный. Аналоговый вход 2RCA и выход на активный сабвуфер. Саундбар имеет декодеры Dolby Atmos, Dolby Digital True HD, DTS HD и процессинг 24 бита 192 кГц. Это несомненно атрибуты модели премиального класса. Так же как и экранное меню Bass Management аналогичный тому, который применяется в ресиверах. И тач панель с навигацией в меню. Кантон Smart Soundbar 10 это сетевой саундбар и он имеет встроенный медиаплеер Chromecast, поддержку AirPlay 2, интерфейс Bluetooth. Вы можете увидеть его в сетевых приложениях Google Home, Bubble UPNP для Android или M-Connect Lite для iPhone. Саундбар работает в Wi-Fi диапазоне 2.5 или 5 ГГц и имеет также проводной LAN-интерфейс. Перед вами модели в черном цвете и в белом цвете. Вот как выглядит саундбар Кантон с телевизорами самых популярных диагоналей 75 дюймов, 65 дюймов и 55 дюймов. Он имеет оптимальную ширину, что делает его применение универсальным, а инсталляцию гармоничным. Кроме того, корпус саундбара имеет точно рассчитанные размеры, обеспечивающие уникальные звуковые свойства. То есть параметры корпуса находятся в точном соответствии с параметрами применяемых динамиков. По сути, это настоящая акустическая система. Давайте теперь заглянем внутрь конструкции, чтобы понять, как устроен этот замечательный саундбар. Визуально он построен по схеме 2.1.2. Фронтальные левые и правые каналы реализованы на базе двухполосной схемы с применением качественных алюминиевых НЧ-динамиков диаметром 50 мм и матерчатых твиттеров диаметром 19 мм. Сверху находится пара больших НЧ-динамиков 79 мм. Они выполняют функцию сабуфера. И пара таких же динамиков для каналов Dolby Atmos, тоже с диаметром 79 мм. Все верхние динамики имеют наклон для эффективного отражения звукового сигнала Dolby Atmos от потолка. По центру располагаются большие пассивные радиаторы, улучшающие низкочастотную отдачу, а также располагается светодиодный дисплей. В глубине асамбара, ближе к центру, расположен мощный 300-ваттный усилитель и цифровая часть с мощным быстродействующим процессором. Визуально определяемая схема 2.1.2 это только лишь видимая часть. На следующем слайде обозначены все основные каналы. Левый фронтальный, правый фронтальный, атмос каналы, сабуферы. Но реальный процессинг, который осуществляет этот саундбар, поддерживает формат 5.1.2. Если вы используете только один саундбар без каких-либо дополнений, то центральный канал и канал саундбар будут воспроизводиться виртуально за счет существующих левого и правого фронтальных динамиков. Они обозначены синим цветом, индексом V. Достоверность в воспроизведении центрального канала мы бы оценили как 90-95%, а вот каналы саундбар имеют более виртуальный характер и менее локализованы, поэтому их достоверность мы оцениваем как 15-20%. При этом нужно понимать, что в любой конфигурации в создании реального или виртуального звука работают настоящие полноценные декодеры до убедившего DTS, и качество звука заметно превосходит большинство более простых и бюджетных решений. Еще одним признаком принадлежности к премиальному классу саундбаров можно отнести возможность расширения системы до реального формата 5.1.2 с возможностью подключения дополнительных активных акустических систем Кантон из серии Smart. На слайде вы видите четыре основные конфигурации, от простейшие схемы на основе одного саундбара до реальной конфигурации 5.1.2. Важно понимать, что у любой из этих схем процессинг всегда 5.1.2. Но вот соотношение реальных и виртуальных каналов разное. В первом и втором случаях виртуальным является центр и сараунд, то есть физически сараунд каналов как видите нет. В третьем примере виртуальным остается только центр. И на четвертом примере все каналы реальны. Однако, как вы возможно заметили, и качество этих каналов может быть разным, в зависимости от используемых дополнительных колонок группы Smart. Например, в третьей схеме фронтальные каналы воспроизводятся динамиками саундбара, а в четвертом случае уже напольными колонками. Важный момент, друзья. Во всех этих примерах саундбар выступает в качестве управляющего мастера устройства, а все подключаемые к нему системы являются подчиненными Slave. Какие же внешние колонки можно добавить к Smart Soundbar 10? На слайде изображены основные модели Canton группы Smart. Как вы видите, ассортимент включает напольные, полочные модели, различные сабвуферы, компактные сателлиты, и вы можете легко интегрировать любые из них в многоканальную систему. Подключаются к Soundbar они довольно просто. Процессор Soundbar автоматически опознает подключаемую к нему систему и оптимизирует все заранее рассчитанные параметры для каждой модели в доли секунды. На фото вы видите три основные линейки Canton группы Smart. Smart GLE, Smart Taunus, Smart Vemper. В ассортименте у них есть еще премиальная линейка класса High End Smart Reference. И вообще модели этой группы постоянно обновляются и ассортимент расширяется. На данном слайде объясняется очень важный момент. Когда к Soundbar подключается внешняя акустика, будь то сабвуфер или фронтальные колонки, функция динамика в самого Soundbar трансформируется. При подключении внешнего сабвуфера, например, верхние динамики Soundbar начинают работать совместно с фронтальными динамиками в трехполосной конфигурации. А если мы подключаем внешние фронтальные колонки и тыловые колонки, то Soundbar полностью превращается в центральный канал, ну за исключением может быть Atmos настройки. Ну и в принципе даже при отсутствии сигналов Atmos соответствующие динамики оптимизируются. На следующих слайдах можно увидеть, как выглядят системы на базе Soundbar'а Canton Smart в реальных интерьерах. Первая картинка показывает использование одного Soundbar'а, вторая Soundbar'а и сабвуфера Smart САП-8. А вообще сабвуферы можно разместить в любой точке вашей комнаты. Третий слайд – использование Soundbar'а, сабвуфера САП-8 и тыловых колонок Smart Soundbox 3 на оригинальных подставках. Кстати, очень советую посмотреть отдельный обзор на нашем канале AudioFactor про эти умные сателлиты. Следующий слайд показывает систему, в которой добавлены фронтальные колонки Smart Venta 3 и тот же сабвуфер Smart САП-8. Ну и конечно полноценный 5.1.2 комплект на базе премиальных моделей Canton Smart Venta, Venta 9 на фронт, Venta 3 на каналах Surround. Вы можете комбинировать черные и белые цвета, если это требует ваш изысканный особенный интерьер. Для наглядности можно интегрировать различные системы Smart в ваш интерьер в дизайнерских программах и фоторедакторах. Вы можете сделать это самостоятельно, ведь все фотографии можно найти на официальном сайте Canton.de или попросить специалистов нашей компании AudioFactor. Вы наверное уже обратили внимание, что на последних слайдах показаны комплекты премиального уровня, максимально приближенные к классу Hi-End. Они довольно дорогие и имеют свою категорию почитателей. Однако есть и более доступные решения в группе Canton Smart. На этом слайде показаны компактные решения на базе саундбара Smart Soundbar 10, сабвуфера Smart SAD-8 и сателлитов Smart Soundbox 3. Диапазон цены такие комплекты примерно 300-400 тысяч рублей. Их можно собирать постепенно, дополняя первоначально приобретаемый саундбар. А на этом слайде уже показаны комплекты настоящего Hi-Fi уровня. Они полностью способны заменить полноценные домашние кинотеатры на базе реальных Hi-Fi компонентов. Цена таких комплектов находится уже в диапазоне 400-500 тысяч рублей. И вот как эта система выглядит в реальном интерьере. Обратите внимание, что даже сетевые кабели удалось вложить в стыки декора стенки. Какие же интерфейсы нам предлагает сам саундбар? Прежде всего это HDMI с поддержкой видео 4К 60 Гц. Три входа и один выход ARC с поддержкой функции HDMI Control. И это значит, что саундбар будет единым целым с вашим телевизором. И вы сможете передавать звук с телевизора на саундбар с помощью одного HDMI кабеля и управлять саундбаром с помощью пульта дистанционного управления телевизора. Также саундбар оснащен цифровым оптическим входом, цифровым коаксиальным входом. Их можно использовать для подключения внешних аудио-медиа плееров, проигрывателей дисков. Аналоговый вход 2RCA позволит подключить проигрыватель виниловых пластинок или, например, голосовой помощник Яндекс.Алиса. Выход для проводного сабвуфера. Этот выход позволит использовать более доступную модель сабвуфера при необходимости. Сетевое интернет-подключение преимущественно осуществляется по протоколу Wi-Fi частота 2,5 или 5 ГГц. Но также это возможно по кабельному LAN интерфейсу. Ниже на слайде показаны типовые схемы подключения внешних источников и телевизора. Вы можете использовать как коммутационные возможности саундбара, так и коммутационные возможности вашего телевизора. Ну а также смешанный вариант. Например, вы можете подключить игровую приставку с поддержкой видео 120 Гц напрямую к телевизору. При этом многоканальный звук вы будете передавать с помощью HDMI и RC интерфейса на саундбар. А качественный внешний медиаплеер или ноутбук подключить через входы саундбара. Если вы подключаете источник к саундбару, то вы можете видеть вот такую подсказку. При выборе режима, вот например Moody, отображается на экране телевизора декодер работающий, например DTS HD Master, вход выбранный, уровень громкости. Это сообщение появляется кратковременно. Если вы используете телевизор в качестве источника, то такого сообщения конечно не будет, вы можете декодер увидеть кратковременно на самом дисплее саундбара. Smart Soundbar 10 получил множество наград авторитетных европейских изданий. Среди них Aero DVD, Hi-Fi Germany, AV-магазин, Hi-Fi Test и многие другие. И все эксперты отметили удивительное натуральное звучание, стабильную звуковую сцену, ощутимый атмос эффект, множество интересных и, что самое главное, нужных функций. Эта модель заслуженно названа Hi-Fi устройством среди саундбаров. На официальном сайте Canton вы можете увидеть ссылки на эти отзывы и посмотреть множество интересных детальных фотографий. В ассортименте немецкой компании Canton по состоянию на 2023 год заявлено 5 разновидностей саундбаров. При этом 3 из них сетевые и потому относятся к группе Smart. Однако только модель Smart Soundbar 10 и платформа Smart Sound Deck 100 имеют поддержку атмосформата и HD-декодеры. Это самые продвинутые саундбары и они имеют функцию подключения фронтальных активных колонок. Вот здесь это отмечено. И они поддерживают обработку стереосигналов с разрешением 192 кГц. Спрашивайте саундбары Canton в магазине AudioFactor. Мы предоставляем нашим клиентам специальные клубные условия и дополнительный сервис. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok